МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Катерина Пянова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. С катертью дорожкой в администрации вручили сертификаты уезжающим из ЗАТО. Служение прекрасному 25 марта в России отмечают День работника культуры. Звезда против полета. Завершился городской чемпионат по баскетболу. Далее расскажем обо всем подробно. 3,5 миллиона на покупку жилья за пределами города. Еще одна Саровская семья стала участником программы по переселению из ЗАТО. Вадим Кондарев уволился из органов внутренних дел и получил сертификат на приобретение жилплощади в любом населенном пункте России. Документы семье вручил глава города Алексей Сафонов. За 5 лет действия федеральной программы по переселению из ЗАТО семья Кондаревых стала пятой, кто получил сертификат на покупку жилья за пределами Сарова. Надеюсь, вы не потеряете связь с нашим городом. Ваши силы, ресурсы нам нужны. Эти деньги вам помогут создать что-то светлое, хорошее, о чем вы вполне мечтали, о чем ваша семья мечтала. Документы главе семье вручил Алексей Сафонов. Срок действия сертификата 7 месяцев. За это время Кондаревым нужно успеть купить жилье. Исходя из того, что их 4 человека, мы оплачиваем им 72 квадратных метра, но по стоимости, которая утверждена для России, это в районе 49 тысяч, сертификат составляет 3,5 миллиона. Чтобы стать участником программы по переселению из ЗАТО, нужно выполнить несколько условий. Не должно быть жилья за пределами города, в течение пяти лет не ухудшать свои жилищные условия и передать имеющуюся жилплощадь администрации Сарова. Программа действует для тех, кто отработал определенный период времени в организациях, которые обеспечивают Российский федеральный центр, либо сам федеральный ядерный центр и сотрудники государственных и муниципальных учреждений. При этом старшая работа должна быть не менее 15 лет в этих учреждениях. До 1 июля в администрации формируют новые списки желающих купить жилье за пределами ЗАТО. Узнать подробности участия в программе можно по телефону 977-51-977-52. Елена Грецкова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Сарова, 24. Обязательную самоизоляцию для пенсионеров отменяют с 1 апреля в Нижегородской области. Согласно новым изменениям в указ губернатора о режиме повышенной готовности, больничные для жителей региона в возрасте 65 лет и старше продлевают только до 31 марта. После этого, по словам губернатора Глеб Никитина, самоизоляция будет носить рекомендательный характер, так как санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе постепенно улучшается. При этом мы настоятельно просим пожилых нижегородцев крайне внимательно относиться к своему здоровью и избегать мест скопления людей. Работодателям, у которых трудятся граждане в возрасте 65 лет, будем рекомендовать перевести такую категорию сотрудников на дистанционный режим, добавил губернатор Нижегородской области. При этом обязательную самоизоляцию для беременных женщин продлили до 30 апреля. До этого дня работодателям необходимо сохранить для них дистанционный формат работы. Также с 1 апреля разблокируют льготные проездные для лица в возрасте 65 лет и старше. При этом губернатор обратился к пенсионерам с просьбой максимально ответственно относиться к своему здоровью. Не нужно без необходимости пользоваться общественным транспортом, лучше выбирать для поездок межпиковые часы, рекомендовал Глеб Никитин. По информации регионального Минтранса, если ранее у пользователя сохранялись неиспользованные поездки, то с 1 апреля ими можно будет вновь воспользоваться. Если же поездки закончились, следует приобрести новые обычным способом через кассира или дистанционно. Если ранее предусматривался льготный и безлимитный проездной, то с 1 апреля он будет автоматически продлен на месяц. Таровский драматический театр приступил к подготовке нового спектакля. Постановку «Шок» планируют представить зрителю в самом конце сезона. Главный героинем он спектакля Ольга Константиновна Ширяева. Архитектор, женщина, судьба которой тесно связана и с нашим городом, и с нашим театром. Оказавшись на Саровской земле в качестве заключенной, она была оформителем первых спектаклей, отделывала коттеджи для физиков-ядерщиков и спроектировала один из жилых домов. А еще она стала гражданской женой Якова Зельдовича, из-за чего и получила свой второй срок. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Именно возможных заместителей главы администрации Саровчане узнают в пятницу. Кандидатуры на посты представит глава города Алексей Сафонов на совместном заседании комитета в городской думе. Депутаты выслушают самопрезентации четверых претендентов на кресло. На должность первого зама мэр выдвинул Олега Кочеткова, заместитель генерального директора АО «Технопарк Саров». Три потенциальных зама – это Илья Волков, начальник пенсионного фонда в Сарове, Марина Жукова, председатель контрольно-счетной палаты Сарова, и Леонид Бородулин, заместитель директора ООО «Саровинвест». Если депутаты одобрят кандидатуру на совместное заседание комитетов, вопрос утверждения замов вынесут на ближайшее заседание Думы. Канал 16 будет вести прямую трансляцию на своем канале в Ютубе. Начало 26 марта в 14 часов. Подробности в ближайших выпусках новостей. Педагоги, которые не будут прививаться от коронавируса, продолжат преподавать в обычном формате. Исключением станет работа в осложненной эпид-обстановке, которая должна быть объявлена санитарными врачами. Разъяснение о праве учителей отказаться от ковид-вакцинации дал Минтруд. Тревогу поднял профсоюз работников народного образования и науки России. Ранее в Роспотребнадзоре пояснили, что прививку от коронавируса могут сделать обязательной для ряда профессий, куда входят врачи, учителя, соцработники, если в регионе будет принято соответствующее постановление главного санитарного врача. В Нижегородской области сейчас таких постановлений нет. Саров принимает участие в реализации проекта «Облако здоровья». Жители города могут получить бесплатную онлайн-консультацию от специалистов Научно-медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перентологии имени Кулакова и Научно-медицинского центра сердечно-сосудистой хирургии. Консультации проводят по следующим заболеваниям. Приобретенные пороки сердца, ишемическая болезнь, кардиомиопатия, нарушение ритма сердца, сочетанные патологии, сосудистые патологии, и врожденные пороки развития плода, и аритмии плода, онкологические заболевания при беременности, патологии молочной железы и так далее. Затем пациент выпишет официальное заключение специалиста, а при необходимости назначит очные встречи с врачами. Для получения консультации нужно зарегистрироваться на портале «Облако здоровья», приложить медицинские документы, записаться на получение консультации. 27 марта хоккейный клуб «Саров» на своем льду принимает старт из Таншаева. Это ответный домашний матч в серии «Плей-офф». Первую встречу на льду соперника «Саровчане» проиграли со счетом 4-3. Если домашняя игру в субботу нашим спортсменам удастся выиграть, то в воскресенье они отправятся на третий решающий матч Таншаева. Билет на домашнюю игру можно купить на сайте «Умный Саров» или в кассе Ледового дворца. Канал 16 будет вести прямую трансляцию встречи. 25 марта в России чествуют деятели сферы культуры и искусства. Это праздник тех, кто работает в музеях, библиотеках, кинотеатрах, музыкальных и театральных коллективах. В нашем городе много профессионалов этого направления, а о каждом из них можно снимать фильмы. Наш следующий репортаж именно о таком человеке. Все началось с детства. Каждый раз после посещения поликлиники Анна с родителями шла в музей, который был для нее удивительным и сказочным миром. Но тогда она и подумать не могла, что будет проводить здесь экскурсии. О своей профессии Анна Закутина рассказывает страстно и живо. В городском музее она работает 21 год. Это космос, потому что объять – это как объять необъятное. Это, наверное, никогда невозможно все постичь. Но это, опять же, настолько издает какой-то настрой, энергию дает. И это постичь нельзя, а ты идешь этой дорогой. Каждый день для нее – это возможность погрузиться в историю, узнать больше о прошлом, чтобы лучше понять настоящее и, возможно, заклинуть в будущее. Сотрудники – это хранители исторического наследия предков и уникальных артефактов. Но музей выставляют не только экспонаты из собственных фондов. Гостями закрытого города бывают и международные экспозиции. Тебе привозят выставку из Таиланда, и ты показываешь национальную игрушку Таиланда или, например, национально-японскую игрушку. Или выставка была посвящена праздникам китайским. И тоже там с их традициями, интересами и какими-то особенностями каждого праздника, каким-то оформлением особенным, ну, со своим колоритом. С благодарностью Анна вспоминает своих наставников, тех, кто в 2000 году встретил ее в музее и помог в становлении. Каждый из них передал ей свою частичку любви к культуре и истории, чтобы она, в свою очередь, зажигала сердца посетителей музея. За Анной закреплены два зала – крестьянского быта и городского. Но экскурсии она может провести по всему музею. Впрочем, как и любой другой сотрудник. Одно жалко – здания маловато, можно было бы показать саровчанам еще больше. Это глобальная сложность, потому что у нас действительно богатые фонды. И мы бы могли и экспозицию новую развернуть, и очень много материала накопилось, которую можно было бы представить зрителю, но пока нет возможности это все где-то экспонировать. Но даже в небольших помещениях монастырской гостиницы, где располагается городской музей, сотрудники проводят интересные экскурсии по истории родного края и организовывают выставки художников. Елена Грицкова, Евгений Шевцов, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24. С 1961 года, 27 марта, в России отмечают Международный день театра. В этот день устраивают всевозможные фестивали, тематические выступления и представления лучших пьес. Молодежный центр присоединился к празднованию театрального дня и в честь этого организовал интеллектуально-развлекательную игру «Росквиз». Квиз – это интеллектуальная игра с узкотематическими вопросами. В Молодежном центре такое мероприятие прошло впервые. Викторину посвятили празднованию Международного дня театра. Участниками квиза стали ребята молодежных объединений, неравнодушные к этому виду искусства. Эта игра пройдет в форме ЧГК «Что, где, когда». Вопросы от элементарных, с чего начинается театр, да, с вешалки, и заканчиваются руководителями театров. Вопросы были сложные, но члены жюри оценили высокую эрудицию участников. Команды шли друг за другом в баловом соотношении. Победу одержали две команды. Первая – сборная из участников театральной студии и объединение слова. Во вторую входили музыканты из объединения «Короткое замыкание». Весело, приятно, что победили неожиданно. Я отучился здесь, в детской школе искусств номер два. Вот три года, три курса закончил. Я тесно связан с некоторыми из участников спектаклей, театра, которые меня готовили, ну, с которыми я занимался в детской школе искусств, и которые меня готовили к поступлению. Правда, рады, что мы приняли участие в этом квесте и что нам удалось победить. Также рады, что нам вообще выдалась возможность поучаствовать в таком квесте и показать свои знания, а также просто провести хорошо время с ребятами за увлекательной игрой. Все участники получили дипломы, а победителям вручили памятные подарки. Главное, что у ребят появилось желание поближе познакомиться с творчеством артистов Саровского драматического театра и посмотреть постановки мастеров из других городов. Гибкие навыки и не только. В школе «Лидер» прошло занятие для продвинутых школьников. Гостями встречи стали консультант по этикету Ольга Шадиева и студент-первокурсник Артем Беловин. Он рассказал старшеклассникам о том, как важно научиться распределять свое время, что дает участие в волонтерских проектах и как важно иметь активную гражданскую позицию уже в юном возрасте. Как правильно общаться с людьми, тактично отвечать на некорректные вопросы и с какими трудностями можно столкнуться на первом курсе универа. На занятии школы «Лидер» с воспитанниками поговорили о социальных навыках, необходимых для жизни в современном обществе. По моему мнению, эта встреча принесла ребятам понимание того, что такое этикет, какой он бывает, как себя вести в обществе. Это этикет не только столовой, как разложить вилки, ложки, ножи, как выглядеть, как пойти на деловую встречу, как презентовать себя в университете. Вот ребята у нас пойдут через год, через два в университет. Артем Белавин рассказал ребятам о том, каково быть первокурсником, жить в общежитии и что делать со страхом первой сессии. Ребята задавали немало вопросов, поскольку скорой им предстоит сделать этот маленький шаг в большую жизнь. С спикером я сюда пришел первый раз. Меня позвали до этого два года. Я посещал школу «Лидер» как участником. Сегодня я был спикером, это было немножко необычно, потому что почувствовал себя в другой шкуре. Ты уже рассказываешь что-то, детям даешь информацию, но также продолжаешь впитывать и усваивать для себя. Ну, мне это понравилось. Хотелось бы повторить такой опыт. Ольга Шадиева рассказала о правилах этикета и поведении в обществе, а также объяснила, как они помогают добиться успеха. Свои тезисы она иллюстрировала фрагментами из популярных фильмов. Аудитория прекрасная, ребята оказались очень отзывчивые, не только ребята, но и взрослые. Получился очень интересный диалог, такая некая дискуссия по разным вопросам. Но, на мой взгляд, тема зашла. Тема интересна, и я увидела в глазах ребят, старшеклассников заинтересованность. В дальнейшем Ольга проведет в школе «Лидер» цикл занятий, в котором уделит отдельное внимание каждому аспекту, затронутому в этой беседе. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Чемпионат города по баскетболу 2020-2021 подошел к концу. В финале встретились команды «Звезда» и «Полет». Матч получился напряженным, соперники боролись за победу до конца. На финальной игре городского чемпионата побывала наша съемочная группа. Зрелищно и нервно прошел финал чемпионата города по баскетболу. За первое место боролись команды «Полет» и «Звезда». В составах опытные игроки сборной «Сарова», ветераны спорта, а также несколько молодых баскетболистов, которые стремительно набирают обороты. Команд, в принципе, у нас на чемпионат города больше всегда выходило. Но пандемия внесла свои коррективы и организовалась, так скажем, в основном две самых сильных команды. Сегодня повезло, конечно. Большая удача улыбалась команде «Звезде». «Полет» удивлял комбинациями «Звезда», скоростью и давлением в обороне. Однако к середине встречи отрыв последней команды был уже существенным. Потом один за другим последовали штрафные броски. Игроки иногда ценой падений и столкновений пытались удержать мяч. «Звездные» спортсмены взяли соперников напором и до конца матча удержали весомое преимущество в счете – 109-68. Игра складывалась достаточно легко. У нас команда опытная и молодая. Играли пятеркой молодых и опытных. Мы бегали, опытные забивали. Соперники тоже достаточно опытные игроки. Им, мне кажется, не хватило просто молодости. У них очень много опытных игроков, но не хватило скорости, не бежали. После финального свистка организаторы наградили призеров и лучших игроков чемпионата. В команде «Звезда» им стал Юрий Миносян. Дарья Козина, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24». И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Апенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова